Прошу всех занимать свои места. Мы готовы начать следующую сессию. Я Жакома Мацуи. Я сопредседатель сети по политике в области значимого подключения. Спасибо, что вы сегодня с нами. Тема, как вы можете себе представить, достаточно комплексная. Мы услышим много мнений, много голосов. И в нескольких словах я хочу резюмировать, о чем пойдет речь. Мы будем говорить о значимом подключении, которое по-разному определялось на протяжении этих лет. И мы, наконец, консолидировали, благодаря предыдущим выступающим, это определение. И существует литература, которая тоже на эту тему представлена. И ведется множественное обсуждение в разных сегментах IGF. Мы попытаемся все это объединить в сегодняшней дискуссии. И попытаемся всю глубину этих дискуссий вам представить. Не только в рамках IGF, но и по всему миру ведется дискуссия о значимом подключении. У нас сегодня, уважаемые ораторы, которые, я надеюсь, раскроют всю глубину вопроса. Начну справа. Роберто Зембрано. Он с нами удаленно. Он будет помогать нам модерировать дискуссию с удаленными участниками. Кейсуки Камимура сегодня с нами. Тоже я надеюсь, я не слишком переврал ваше имя и фамилию. Прошу прощения. Он представляет университет Дайто Бунка и японское отделение IGF. С нами представитель МСЭ. Мартин Шарпер занимается статистикой. Он нам расскажет о важности статистики для дискуссии. С нами здесь Оника Нонлала Макеева. Я думаю, вы сами свое имя лучше произнесете чуть позже, когда возьмете слово. Глобальное партнерство по инклюзивности с нами здесь Лоран из Айкан и Бертран Мулье. Я не буду слишком подробно представлять эту тему. Я думаю, примерно понятно, о чем идет речь. И начну с видео, которое подготовил нам Виндсерв, который у нас сегодня специальный гость. Он представляет, как вы знаете, руководящую группу. Один из членов сети по политике в области значимого подключения. Он в этом году не может принимать участие в работе нашей группы. В прошлом году он был. Он нам записал видео. Оно связано с теми темами, которые мы обсуждали в прошлом году. Во-первых, мы обсуждали проблематику сложности подключения. Первое – это финансовая доступность девайсов. И второе, связанное с темой, которая обсуждается уже в этом году, это появление искусственного интеллекта и насколько он может улучшить или помочь решить проблему доступа, значимого доступа. Если техники могут нам помочь, то мы готовы посмотреть видеоролик, который записал Винд. Мы должны принимать во внимание экономику. Мы должны помнить, что если эти системы недоступны, то не может идти речи о полезном интернете. То я думаю, что, во-первых, нужно обратить внимание на то, как можно сделать эти предметы дешевле, как можно сделать их более доступными. Может быть, субсидировать их, обеспечить доступ к интернету в рамках этих девайсов. Еще можно здесь отметить, что значимый доступ к искусственному интеллекту означает понимание того, как он работает. Пример могу привести, когда мои друзья и коллеги пишут о том, как работает искусственный интеллект, пишут статьи, тексты, разрабатывают модели машинного обучения, о том, как это все работает. Нужно использовать это как инструменты. Нужно отслеживать причинно-следственную связь и понимать, как это все работает. Это мне доказывает, что нельзя записывать видео айфоном и насколько это отличается от профессиональной камеры. Действительно, было не очень хорошо слышно. Вот такой вот результат. Тем не менее, я надеюсь, вы смогли уловить, что говорил Винт, потому что были субтитры слева на экране. И это было связано с тем, что мы обсуждали в прошлом году. Вот первый вклад в сегодняшнюю дискуссию. Давайте теперь вернемся к основной теме. Сейчас выступит ОНИК. Она начнет нашу дискуссию и поделится своим опытом, представит доклад по значимому подключению. Спасибо. Начну. Мы определяем человека со значимым доступом как человека, у которого есть достаточная скорость для подключения, у которого есть смартфон или другой разумный девайс, который обеспечивает доступ к интернету, и у которого есть возможность доступа к интернету ежедневно, если он желает получать доступ ежедневно, и имеет неограниченный пакет данных. Исследование, которое мы провели, показало, что мы должны перекалибрировать определение доступа в целом. Хотим ли мы уделять внимание именно значимости доступа, то есть у человека должно быть должное устройство для подключения, скорость адекватная и неограниченный пакет данных. Наш опыт показывает, что люди, которые получают значимый доступ, это пользователи, которые с большей долей вероятности пользуются доступом для того, чтобы улучшить свою жизнь. Например, ищут работу, учатся на каком-то курсе, ищут информацию о здоровье и благосостоянии, в отличие от людей, которые пользуются только базовым доступом и имеют базовую связь. Прежде всего, это вопрос доступности девайсов и цен на девайсы. Это один из основных вызовов перед людьми, которые хотят значимым образом подключиться к интернету. Особенно в странах с низким и средним уровнем дохода мы все еще видим, что смартфон является барьером к доступу. Он составляет от 20 до 25% от среднего ежемесячного дохода в этих странах. На этом я пока остановлюсь и добавлю еще позже. Давайте запомним, что здесь проблема доступа как к сети, так и доступа к девайсу. Это как раз вопрос, о котором говорит Винсерф в своем видеоролике. Спасибо, Оника, за то, что придерживаетесь регламента. Мы сейчас в Японии впервые для проведения IGF. Япония одна из нескольких стран, язык которой не основан на латинском алфавите, не пользуется латинском алфавите. Мы до этого проводили конференцию в арабской стране. Когда мы находимся в такой стране, где нет латиницы, и как это влияет на доступ и значимый доступ к интернету, должно тоже информировать нашу дискуссию. Давайте поговорим об этом. Спасибо. Я профессор лингвистики в университете Дайто Бунка. Меня зовут Кейсуки Камимура. Я как раз хочу добавить лингвистический взгляд на вопрос, который мы рассматриваем, и поделюсь своими собственными мыслями на эту тему. Я немного озабочен тем, насколько уместны будут сейчас мои комментарии в контексте темы этой сессии. Но, тем не менее, я попробую. Как уже было упомянуто, мы пишем на японском. Мы пользуемся японскими алфавитами. И как это влияет на доступ в Японии. Во-первых, это технический аспект, во-вторых, социальный и культурный. Давайте я начну с первого, с технического аспекта. Когда-то у нас были технические сложности с японскими буквами и с их использованием на компьютерных системах и в интернет-приложениях. Я помню, что компьютерные и смарт-приложения не распознавали японские иероглифы, японские буквы алфавита. Я тогда еще был студентом. Я помню эти времена. Даже если ваш компьютер готов распознать буквы, то ваши приложения, такие, например, как программы, которые обрабатывают текст, могут быть не готовы работать с языком эффективным образом, даже если буквы распознаются. И вы не можете, например, проверять правописание или другие какие-то функции, корректирующие текст или что-то подобное, если японский язык не поддерживается. Я помню имейлы на японском, которые зачастую были искажены в пересылке, и выходили непонятные какие-то каракули вместо японских иероглифов, которые изначально были отправлены по почте электронной. И часто эти сложности возникали с буквами на техническом уровне. Это были ранняя стадия компьютеров и интернета. С тех пор было много других технических проблем. Но тогда интернет еще не был доступен к широким слоям населения. Так что я не сказал бы, что проблем сейчас нет. Но те начальные проблемы, они происходили какое-то время, но не слишком долго. Да, это было сложно, но это не мешало до такой степени, что можно говорить о том, что японцы не получали эффективный доступ к интернету. Если мы посмотрим с другой стороны на этот вопрос, то обычные пользователи в Японии чувствовали себя комфортно, пользуясь своим языком в интернете, потому что все эти технические проблемы начального периода были разрешены к тому времени, когда интернет стал широко использоваться. Так что если бы у компьютеров, у интернет-приложений не было бы способности работать с японским языком и буквами, то у многих в Японии возникали бы сомнения, стоит ли и можно ли пользоваться интернетом так широко, как мы это делаем сейчас. Поэтому мы начали с того, что проблемы были, мы их решили до того, как интернет приобрел такой широкий размах. Поэтому если вы сталкиваетесь сейчас с какими-то проблемами, то нужно, конечно, их решать своевременно. Спасибо. Вы действительно были свидетелем происходящего в этой стране. И я рад слышать о контексте. Вы находитесь в стране, где у вас есть инструменты, где у вас есть нужный достаток, который позволяет получить доступ. По крайней мере, этого барьера нет. И вы не исключены из процесса по финансовым причинам. Если бы аналогичная ситуация происходила или происходит в другой стране, с другими условиями, то, может быть, исход не был бы столь позитивным. Ну что ж, у нас сейчас подключился удаленный участник. Это Стивен Майтайнахау из Папуановой Гвинеи. Министерство информационно-коммуникационных технологий. Он подключился из Папуановой Гвинеи. Он поделится с нами своим опытом, что они делают у себя в стране, как они решают стоящие перед населением барьеры и как помогают населению страны попробовать минимизировать отсутствие значимого доступа. Как провести интернет-революцию в Папуановой Гвинеи. Пожалуйста, господин Стивен. Вас прекрасно слышно, господин Майтайнаху. Спасибо. Добрый вечер из Папуановой Гвинеи, порт Морсби. Я рад находиться с вами удаленно и иметь возможность выступить перед АДЖФ. У меня несколько комментариев. И, конечно, мой опыт, и мой профессиональный опыт, и личный опыт как раз связан с нашей страной. Папуановая Гвинея – это островное государство, состоящее из мелких островов. Мы находимся к северу от Австралии и граничим с Индонезией. Наше население составляет около 7 миллионов людей. Что интересно, у нас в стране активно используется 846 языков. Это 12% всех языков мира. Поэтому, когда мы говорим об инклюзивности, то как раз у нас это представляет особую проблему. И я хочу в двух словах рассказать вам о том, что значимое подключение означает в Папуановой Гвинеи. Для правительства приоритетом является подключение с начала 2000-х, в 2003 году, когда первые операторы мобильных сетей появились в нашей стране, и затем появилась между ними конкуренция, когда в 2009 году их стало несколько. Что интересно, 2009 года где-то в течение 10 лет мы видели, что самые часто в поиске повторяющиеся веб-сайты в нашей стране это, во-первых, веб-сайт bsp.com bsp.com это один из крупнейших банков, это банк Южно-Тихоокеанский банк. Второй поиск это nrl.com это национальная лига регби в Австралии, а у нас в Апуа-Новой Гвинеи много болельщиков регби. И третий самый популярный веб-сайт это Facebook. Вот эти три веб-сайта, эти три запроса в поисковике были самыми популярными, это говорит вам многое о запросе населения. и правительство из этого сделало вывод, что почему-то население не ищет информацию в интернете, почему-то не пользуется всеми теми услугами, которые предоставляются, которые могут улучшить благосостояние людей. Чего мы не даем, что мы не делаем, почему мы не добились того, чтобы наше население активнее пользовались более широким спектром услуг в интернете. Мы задавали себе этот вопрос. Для нас значимое подключение означает подключение с какой-то целью. Это значит, что тот, кто подключается, знает, что он хочет, и это подключение даст какую-то ценность этому человеку. В 2009 году мы задумались, как мы можем изменить этот традиционный подход, когда можно будет как-то расширить инфраструктуру, расширить спектр интересов, и как сделать так, чтобы доступ к интернету был более значимым и нес в себе больше пользы. Мы запустили цифровую политику трансформации в 2020 году и запустили правительственный закон о цифровизации в 2022 году и план действий, который охватывает период до 2027 года. В частности, там говорится о значимой связуемости, о значимом подключении, о создании услуг, которые будут доступны от цифрового правительства населению при помощи интернета. так мы пытаемся перенести внимание населения на более значимые услуги, которые могут быть доступны в интернете, и мы работаем над этим сегодня, в 2023 году, представляя достаточно широкий спектр цифровых услуг. Для нас, Папуанова и Гвинея, мы пытаемся сдвинуть этот парадигму доступа к интернету за очень ограниченными целями. Мы достаточно диверсифицированное общество, и мы пытаемся это отразить и в наших тенденциях пользования интернетом. На этом у меня все. Спасибо. Очень интересно. Действительно, регби, это, наверное, одно из фундаментальных прав в Папуа, Новый Гвинея. В Италии, конечно, у нас болельщики не регби увлекаются, а футболом, но я понимаю общее настроение, когда дело касается спорта. У меня будет к вам вопрос, но это будет во второй части сессии. Сейчас мы выслушаем других наших ораторов, и сейчас мы хотели бы познакомиться со взглядом международных организаций, потому что нам кажется, что международные организации играют особую роль в создании или в поддержке передовых практик, и в том, чтобы эти практики были доступны и в других странах тоже. Давайте начнем с с Мари Брадефер из ИФЛАП. Она сегодня с нами. Она объяснит нам несколько из тех практик, которыми они пользуются. Спасибо, Джакома, спасибо за то, что пригласили меня. И я хочу здесь сказать, прежде всего, о том, что такое с точки зрения библиотек значимый доступ. И хочу сказать, что очень важно принимать к сведению, что библиотеки были и продолжают развиваться. В 2023 году мы видим библиотеки не как место, где есть книги или архивы, но как пространство, адаптированное под технологическое развитие сегодняшнего дня и место, которое обслуживает нужды местного сообщества. Библиотеки могут быть дверью доступа для тех, кому нужен доступ к значимой информации, а также для тех, кто прежде всего является жертвой цифрового разрыва. Так что можно сказать, что библиотеки можно рассматривать как многогранные инфраструктуры, целью которых является обеспечить доступ и информационное окно местному сообществу, а также предложить значимый доступ. Теперь хочу обсудить два примера вкратце. Во-первых, это пример GLN, это сеть библиотек, и хотелось здесь упомянуть моего коллегу Дона, который тоже здесь сейчас в аудитории, и он основатель этой инициативы. И второе, что я хотела бы упомянуть, это цифровые навыки, которые требуются для работы и пользования цифровыми библиотеками. И был запущен проект в Уганде по обучению таким навыкам при содействии комиссии по коммуникациям Уганды. Этот проект был в дальнейшем расширен в 2021 году усилиями этой комиссии. И таким образом была разработана стратегия, целью которой являлось предоставить инфраструктуру библиотек на пользование сообществом и таким образом обеспечить связуемость, потому что библиотеки представляли также и цифровые инструменты. Далее на второй фазе программы мы запустили инициативу обучения учителей. Это была стратегия, нацеленная на работу с местными библиотеками, где мы локализовали процесс обучения и адаптировали его под местные нужды сообщества. Потому что при том, что потребности кажутся одинаковыми по всей стране, но тем не менее у каждого субрегиона и у каждого сообщества есть свои конкретные нужды и свои нюансы жизни. Это также хочу упомянуть, что мы запустили информационную которая была запущена в 2014 году. Ее целью была работа сообществом в целом. Ну, и многих людей, которые хотели бы чему-то учиться, улучшать свои навыки, получить доступ к образованию, чтобы улучшить свой бизнес и как-то улучшить свою карьеру. После запуска этой компании мы обучили большое количество людей. Около 14 тысяч человек в Уганде прошли курсы благодаря этому проекту и были запущены множество инициатив на уровне малых и средних предприятий. Из этих 14 тысяч как минимум 200 человек отметили позитивные результаты после того, как они получили обучение цифровым навыкам. Они также пользовались тем обучением, которое они получили у нас для того, чтобы получить дальнейшее образование и зачастую высшее образование уже в других местах. Я думаю, это достаточно иллюстрирует, почему библиотеки важны для значимого подключения. Хочу также упомянуть еще немного инициативу GLN. Хочу, чтобы Дон рассказал подробнее он в аудитории. Давайте ему предоставим слово. Вы можете взять микрофон в зале, Дон. Спасибо, Мария. Вы говорили о роли библиотек, о том, что библиотека это аккумулятор ресурсов ИКТ, который предоставляет значимый доступ сообществу к этим большим ресурсам. Наша группа сеть библиотек Gigabit GLN сокращенно является иметь своей целью расширение инклюзивности интернета и расширение доступа к растущим новым телекоммуникационным технологиям. Мы пользуемся спутниковыми технологиями, работаем в Африке и начали работать в Нигерии. Мы считаем, что можно запускать центры единого доступа к интернету. Такими центрами могут стать библиотеки. Они будут устойчивыми центрами, потому что они будут обеспечивать устойчивый доступ к энергоресурсам, к интернету, несмотря на сложность ситуации. Мы также при этом видим, что это экологичный способ, потому что удается сократить выброс парниковых газов. Как раз это актуально в тех странах, где население страдает больше всего от такого влияния. библиотеки. Мы сегодня видим, что одна такая библиотека нуждается в достаточно небольшом количестве энергии. Требуется от 50 до 100 долларов в месяц в развивающейся стране для того, чтобы такая библиотека имела достаточно энергии для функционирования. И даже в условиях стихийных бедствий нам удается при этом сохранять доступ к информации, сохранять возможность работы. И таким образом такие национальные библиотеки в каждой стране могут помогать выполнять все эти планы и даже помогать людям, которые в условиях ограниченных ресурсов сталкиваются с вызовами стихийных бедствий, сопряженных с изменением климата. Таким образом, как говорится в КС-28 в декларации по адаптации, мы понимаем, что сокращение рисков, конечно, важно, но уже слишком поздно, чтобы обратить вспять изменения, которые происходят, поэтому сегодня мы можем говорить об адаптации к этим переменам, и это реально. Помимо этого, конечно же важно еще укреплять жизнестойкость систем. Спасибо. Спасибо, Дон. Вопрос к вам. Этот проект один из старейших своего рода, он касается улучшения состояния библиотек для обеспечения адекватного доступа. какие меры нужны для повышения эффективности вашей работы. Ведь мы сеть в области политики и мы занимаемся как раз разработкой рекомендаций. Что касается мер политики, то политика в области прав доступа в контексте распределения обязательств. Речь идет о десятках миллиардов долларов на адаптацию к изменениям климата. ведь там небольшая даже часть этого может решить многие вопросы, связанные с подключением к интернету. Большое спасибо. ИФЛА выступили на такую важную тему, а сейчас переходим к выступлению Международного союза электросвязи учреждения ООН. Я попросил их рассказать нам о передовой практике, но мне сказали, что нет. Они могут предложить нам кое-что гораздо лучше. И Мартин Шапер наверняка объяснил, почему. Мне объяснил, что дело в том, что статистика является важным инструментом. Если вы хотите разработать работающую эффективную политику, нужно посмотреть на статистику, что же есть на картину. Международный союз электросвязи МСС работает уже на протяжении нескольких лет по измерению адекватного доступа. Расскажите нам, пожалуйста, об этом проекте. Да, конечно. Я представляю отдел аналитики и данных МСС, роль данных и статистики для обеспечения адекватного доступа. Именно этим мы занимаемся. последние данные, которые были опубликованы месяц или полтора назад, указывают, что 5,4 населения уже подключены к интернету, 2,6 миллиарда не подключены, 95% имеют доступ из них, но может быть с плохим прерывающим сигналом. Это означает, что доступ неадекватный. Даже те люди, которые имеют возможность подключиться к интернету, не все из них могут подключаться адекватным образом. То есть речь идет о качестве инфраструктуры, может быть, о стоимости подключения, может быть, недостаточно пакета данных, чтобы заходить в интернет так часто, как они хотели бы. Два года назад мы запустили проект, который касался серии показателей вместе специальным посланником по технологии и он касался как раз адекватного доступа. Это все делалось под эгидой генерального секретаря ООН. Этот проект сейчас также осуществляется в партнерстве с Евросоюзом. Мы определили некоторые показатели и измерили их, распространили информацию среди директивных органов. Итак, мы собирали данные и статистику в этой области. Что касается целевых показателей, то мы определили их не только как количественные, то есть сколько людей пользуются интернетом, но также оценивали качественные показатели, а также стоимость доступа, навыки, которые требуются для доступа в интернет и так далее. И это очень важно. Дело в том, что если наша цель достичь всеобщего адекватного подключения к 2030 году, это очень амбициозная цель, но если мы знаем, куда идти, потому что важно обеспечить качественный доступ и важно, чтобы те пути, которые мы выбираем, они ввели нас в нужном направлении. Поэтому мониторинг, отслеживание существления это тоже важная часть. И здесь у нас есть два направления. Первое это набор показатель по всеобщему доступу с тем, чтобы потенциально подключить всех, это и физические лица, и юридические лица, и школы, и сообщества, и чтобы они могли подключаться адекватным образом. То есть для этого необходима инфраструктура, доступность по цене, навыки, устройства, а также безопасность, как физическая, так и функциональная. И здесь набор показателей, целевых показателей, индикаторов, он нами определен. У нас есть особая информационная панель или дэшборд, как мы называем. Это информационная панель, ее можно найти на сайте МСС. там показаны целевые показатели и положение дел в разных странах, и можно сравнить ситуацию в разных странах, либо же, например, нажать на страну, которая вас интересует, посмотреть на целевые показатели и отследить их соблюдение. Например, по некоторым показателям всеобщее связуюсь подключения может быть там уже достигнута, по некоторым есть отставания, и таким образом эта информация помогает определять меры политики. Еще одна важная часть заключается в том, что эти данные можно дезагрегировать, то есть разбить по социоэкономическим группам, таким образом оценив цифровой разрыв. Всем известно, что существует гендерный разрыв, что интернет использует больше мужчин, нежели чем женщин, и можно посмотреть ситуацию по разным странам. Нам известно, к примеру, что молодежь с большим энтузиазмом использует интернет по сравнению с людьми старшего возраста, но можно посмотреть разбивку по возрастам, чтобы посмотреть на то, какие усилия требуются в отдельно взятой стране для подключения пожилого населения. Разницу можно посмотреть между городскими и сельскими районами, потому что возможно не хватает инфраструктуры или есть какие-то другие причины. И данные могут объяснить очень многое, а также четко определить пробелы, где можно скорректировать политику и в течение какого-то времени наблюдать за изменением показателей, чтобы посмотреть, работают ли предпринимаемые меры. Это хорошая новость, что касается пахой, но возможно про нее я расскажу в следующий раз. Очень интересно. Это может стать очень интересным источником информации для всех, кто занимается этим вопросом. Лоран, вопрос к вам. Вы представляете Айкан, и у вас есть проект «Цифровая Африка». Расскажите, пожалуйста, как вы работаете над улучшением доступа в интернет. Во-первых, вы используете данные МСФ в своей работе? Пока нет. Но хотелось бы, чтобы сейчас наладить обмен информацией, чтобы не повторять одну и ту же работу. Вы знаете, что МСФ является частью коалиции для цифровой Африки, поэтому это упрощает наш обмен информацией. Благодарю за приглашение. Я расскажу о нашем проекте в течение последних десяти месяцев в рамках коалиции «Цифровая Африка». В Адисабебе был запущен этот проект совместно с Международным Союзом электросвязи. Ассоциации африканских университетов и Африканской ассоциации специалистов IT и ряда других организаций. 11 партнеров участвуют в этой коалиции. В настоящее время у нас есть семь флагманских проектов. Все из них имеют целью разработать или достичь адекватного доступа в интернет для жителей Африки. Для меня очень важен один из этих проектов и это в частности касается поддержки доменов высшего уровня. И здесь речь идет о улучшении инфраструктуры. мы проводим сессии семинары которые в общем-то охватывают много но по-прежнему здесь не хватает некоторых элементов. Я не могу привести ни один пример успешного какой-то стран которые которые могли похвалиться абсолютно адекватной инфраструктурой и Африка тому не исключение. Поэтому мы предоставляем поддержку вместе с разными партнерами. Идея здесь заключается в том чтобы с технической точки зрения укрепить потенциал различным организациям доменов верхнего уровня. То есть это технические знания и обучение. Здесь мы помогаем то есть ряду организаций доменов верхнего уровня. Затем мы не занимаемся контентом но знаете что у нас есть вопросы с использованием доменных имен и интернационализированных доменных имен. Важно чтобы люди имели доступ к IDN доменам. Есть еще один вопрос это то чем мы занимаемся для повышения качества обслуживания и вопросом кибербезопасности. здесь I can помогает управлять некими корневыми серверами в Африке и делается это для улучшения защиты для защиты инфраструктуры в Африке. Оставьте пожалуйста немного информации для следующего вопроса потому что это первый раунд вопросов иначе вам просто будет не о чем рассказывать. Да хорошо я пожалуй здесь прервусь и продолжу во втором раунде. Хорошо вы говорили о том что контентом вы не занимаетесь но при этом доступ к контенту это важная часть поэтому это дает мне правильный угол зрения чтобы передать микрофон представителям организации по защите интеллектуальной стоимости в Айпо пожалуйста да большим удовольствием подключаясь к этой интересной беседе с другого угла очень рад возможности сказать о работе на организации по защите интеллектуальной собственности это связано во многом с вопросами контента вот наш сегодняшний разговор это будь то образовательный развлекательный музыка видеоигры и так далее и здесь для ВАИС конечно же важно чтобы доступ он был доступный в плане доступности языковой доступности и чтобы контент был инклюзивный и здесь мы помогаем проводить оценки которые касаются адекватного доступа предоставления такого доступа почему существующие меры политики пока не справляются они не соответствуют потребностям с тем чтобы контент мог создаваться и распространяться устойчивой манере это ключевой аспект потому что без контента который мы хотим получить было бы сложно говорить и даже задумываться об адекватном доступе и здесь я пропущу ту часть часть которая касается стимулов предоставляемых правами интеллектуальной собственности для создателей контента все эти вопросы уже были вкратце обрисованы и они известны но я здесь делаю упор на истории успеха на проекты которые у нас осуществляются особенно те которые о которых уже рассказывалось в рамках такой темы которая касается улучшения доступа мы занимаемся многими сквозными инициативами и сложно их как-то сгруппировать в четко определенные категории здесь можно говорить только об общих группах одной из таких инициатив она напрямую связана с инклюзией является пожалуй и это лучший пример инициатива консорциума доступных книг ABC это получается государственное частное партнерство под эгидой ВАИС здесь участвуют различные стороны заинтересованные стороны целью консорциума является повышение или расширение количества книг которые доступ находятся в прямом публичном доступе и предоставление доступа к этим книгам людям по всему миру и делаем мы это по разным направлениям включая например обучение информационно-просветительскую работу в том числе среди издателей а также предоставляем так называемый онлайн сервис или онлайн каталог для книг которые можно бесплатно прочесть онлайн этот сейчас у нас уже насчитывается свыше 800 тысяч названий книг на множестве языков мира и таким образом там решены все вопросы которые касаются прав интеллектуальной собственности здесь 70% участников консорциума находятся в развивающихся странах в 22-м году это означало что 140 тысяч таких книг было распространено среди пользователей по всему миру в АИС мы также возглавляем рабочую группу состоящую сотни представителей 25 международных организаций многие из которых здесь присутствуют и членский состав постоянно расширяется мы занимаемся обменом передовой практикой между такими организациями по расширению доступа в АИС и другие межправительственные организации сейчас например занимаются проектом сотрудничества с Вики-Медиа все что мы производим все наши продукты также дают возможность любой любой третьей стороне сделать перевод этого контента на местные языки и таким образом открыть доступ к нему в других странах что мы делаем для того чтобы локализовать или этот местный контент традиционные знания являются большой частью нашей работы и здесь мы укрепляем наши позиции то есть помимо выработки мир политики у нас есть практические инициативы такие как проекты цифровизации традиционных знаний где также мы в рамках которых у нас есть премии номинации в таких за достижение таких проектах затем есть проекты которые касаются и мы в аудиовизуальном направлении здесь в Латинской Америке мы удваиваем инвестиции затем цифровые цифровые издательства для например для манго для производителей комиксов и все эти проекты позволяют нам сказать что проект по всем инициативам наблюдается хороший прогресс и здесь можно показать что и все интересованные лица в том числе государственные и частные партнеры заинтересованы такой работой большое спасибо вы говорили о финансировании в аудиовизуальном направлении в Латинской Америке но к сожалению опыт о котором мы сейчас будем говорить он касается Африки а с Африкой вы работаете пока нет но можем этим заняться тоже в будущем но это будет одна из рекомендаций по итогам сегодняшнего разговора к нам онлайн хотела подключиться меми на я вижу что проблемы с доступом проблемы с подключением хорошо Бертран расскажите нам пожалуйста о вашем опыте из Уганды Бертран Мулье очень жаль я разочарован что Мария и другие не могут нам подключиться но я постараюсь насколько смогу рассказать нано к примеру они то есть речь идет о двух инженерах которые решили заняться совершенно новым стать продюсерами аудиовизуального контента в компале в Уганде и они открыли компанию женскую компанию два директора женщины и все сотрудники тоже женщины они производят местный контент для местных слушателей и зрителей на местных языках здесь 5,6 миллионов на основном языке и еще 5 миллионов людей свыше 7 миллионов для которых язык родной еще 5 миллионов которые его понимают и есть таким образом они что-то касается расширения доступа к широкополосной инфраструктуре это демонстрирует что адекватный доступ помогает не только обогатить жизнь но также производить контент включая художественные фильмы включая сериалы и они мне рассказали что несмотря на рост расширения их рынка по-прежнему они чувствуют скованность во-первых это связано с инфраструктурой широкополосного интернета где она некачественная иногда возникают резкие скачки в качестве сигнала что конечно же очень неудобно для пользователя аудиовизуального контента и они просили мне также меня рассказать о ценообразовании о том что если вы покупаете 8 гигабайт данных после одной серии просмотра одной серии этих 8 гигабайт просто не будет таким образом вопрос стоимости стоимости доступа к интернету выходит на первый план то есть стоимость стоимость интернета не всегда коррелируется с покупательной способностью населения и далее для того чтобы эти компании выполнили свою общественную функцию свою общественную полезную функцию эти две женщины занимаются документированием тем тем что они записывают контент про женщины для женщин отражающих социально-экономический климат в стране с тем чтобы отражать самые насущные проблемы в стране они считают что адекватный доступ в интернет невозможен без адекватных аудиовизуальных возможностей производства такого контента по их мнению это играет центральную роль поэтому что касается экономической устойчивости их усилий их работы возможности привлекать кадры потому что наши героини были раньше инженерами но ушли с работы для того чтобы заняться вот этим новым делом все это конечно же возвращает нас к вопросу адекватного доступа недавно они сняли два фильма первый называется Эмпаби это история мальчика который родился и история непростая в деревне в Уганде у него были проблемы нейрологического характера у него проблемы с пониманием роды были трудные и история о том как люди вокруг него и сам пытаются ему помочь для того чтобы обеспечить ему счастливое детство это первая история вторая касается молодой женщины которая просто не согласна с тем что потеряв мужа она должна выйти замуж за его брата по местной традиции она хочет чтобы ее жизнь развернулась по другому и как раз фильм об этом то здесь рассказываются истории ежедневные истории жизни людей и здесь опять же подчеркивается важность обеспечения адекватного доступа замечательно большое спасибо бертран это это нас приводит к еще раз к вопросу контента роберто пожалуйста вы занимаетесь мониторингом с помощью искусственного интеллекта интернет по всему миру расскажите нам пожалуйста о ваших мыслях у нас есть Карлос Альфонсо онлайн мне кажется он посмотрим если он сможет к нам подключиться и выступить он попросил слово нет еще не попросил но может быть в следующей секции он попросит слово есть ли какие-либо вопросы в чате нет хорошо тогда переходим к вопросам из зала я вижу одного желающего задать вопрос не забудьте пожалуйста представиться меня зовут Кости я из Бенина из Министерства экономики и финансов Бенина у меня два вопроса мы говорим о доступе об адекватном доступе да еще лучше но когда мы говорим об доступе для меня я вижу две проблемы первое это интернет вообще он есть он доступен для нас в нашем регионе в нашей части Африки иногда мы вроде сигнал есть но мы ничего не получаем мы ничего не можем загрузить что это означает вот например видео да фильмы например в Кампале хорошие фильмы снимают но вот вот эти данные о Африке дата-центры если у нас дата-центры в Африке у нас должны данные наши африканские данные должны храниться в Африке все что собирается в Африке все данные которые собираются в Африке должны оставаться в Африке и использоваться африканскими народами африканцами а когда данные собираются в Африке и размещаются в дата-центрах за пределами Африки а затем мы африканцы должны платить за эти данные чтобы ими воспользоваться получается что мы платим дважды это ненормально мы должны как-то изменить ситуацию тем чтобы система была открыта для всех во всем мире спасибо Африка мне кажется это вопрос напрямую к вам не так ли спасибо за то что задали этот вопрос я не буду отвечать конкретно на этот вопрос но хочу отметить что здесь важно посмотреть на финансовую модель когда мы говорим о доступе в интернет мы продолжаем действовать в рамках экономической системы мы которая предполагает просто экстракцию и она по умолчанию уже полна неравенства и здесь говоря об улучшении доступа здесь нужно подходить открыто и смотреть не только на новые цифровые технологии но также и на разные финансовые модели с тем чтобы мы могли разрабатывать и вводить инновации для с учетом интересов наших потребителей онлайн речь идет о том чтобы регион хранил свои данные у себя да и если мы вернемся к моему выступлению о доступности мобильных телефонов то реальность заключается в том что минералы которые используются или химические элементы которые используются для производства мобильных телефонов они добываются в Африке но в настоящее время Африка платит огромные деньги за то чтобы покупать мобильные телефоны и иными словами нам надо как-то повысить равенство участия в цифровой трансформации вы хотели бы что-либо добавить к этому ответу может быть у вас статистические данные какие-то которые вы могли бы нам предоставить относительно данных в Африке есть ли там центры хранения данных может быть у вас есть это в вашей базе данных вы знаете я как раз собиралась об этом говорить во время своего второго выступления ну хорошо ладно расскажу сейчас мы как раз недавно обсуждали показатели минимальной подключенности у нас есть показатели широты полосы что частично является часть этой проблемы но относительно того как это связано с центрами хранения данных куда направляются данных эти показатели мы собираемся разрабатывать в ближайшие годы пока у нас показателей толковых по этому вопросу нет хорошо давайте обратимся еще раз к министру он еще участвует в дискуссии онлайн я тут много интересных вопросов я знаю что он занимается многими интересными вещами в рагби играет в том числе но тут вопрос в инфраструктуре вот на острове как решается проблема как решается вопрос инфраструктуры спутниковым образом или как хотелось бы очень узнать какого техническое решение этой проблемы спасибо подтвердите пожалуйста что вы меня слышите да мы вас слышим слышим отлично спасибо большое спасибо мы на папа новой гвинеи перескочили эпоху телефонных линий у нас в основном доступ к интернету осуществляется за счет мобильной сети в настоящий момент 76% населения охвачено доступом к интернету по мобильной связи в основном 2G или 3G и расширение связи состоится за счет конкуренции у нас и в том что касается предоставления первичных услуг так и на вторичном розничном рынке следуем принципам открытого рынка мы максимально постарались увеличить конкурентность среды для того чтобы расширить охват я хочу это подчеркнуть вы тут комментировали финансовую доступность различных устройств для подключения к интернету простите я отвлекусь расскажу об этом у нас в Папуа Новой Гвинеи порог финансовой доступности это на основании данных от операторов так вот самый дешевый смартфон стоит примерно 60 долларов США это самая простая версия смартфона и 60 долларов может быть меньше это вот предел как бы покупательской способности то есть с одной стороны нужно обеспечить доступ к инфраструктуре а с другой стороны обеспечить доступность относительно дешевых доступных финансово населения и устройств вы упомянули только что финансовую доступность а у вас в стране вы каким образом политику проводите для того чтобы поддержать такую финансовую доступность телефонов вы знаете мы ввели закон по цифровым услугам сейчас мы рассматриваем возможность снижения налогов для того чтобы стимулировать приобретение таких устройств это следующий этап то чем мы будем заниматься в этом году в следующем году и в 2025 году по мере того как мы предоставляем будем предоставлять контент и услуги следующим этапом будет снижение стоимости устройства я попросил его вам посоветовать что-нибудь если хотите задать вопрос о доступности то мы можем его спросить и вам сообщить его ответ большое спасибо за то что вы нашли возможность подключиться мы знаем что вы очень заняты мы вам очень благодарны за то что вы нашли время принять участие в дискуссии у нас есть еще один вопрос из зала да меня зовут до них я из Индии из Бангалора у нас там в сеть в нашем местном пункте проживания вот только что министр из Папуа Новый Гвинеи сказал о том сколько языков используют в стране меня это просто поразило мне хотелось бы очень узнать каким образом предоставить контент в интернете на таком количестве языков мне очень хотелось бы это узнать впервые я услышал о том что кто-то занимается вопросом языков причем я предполагаю что некоторые из этих языков не имеют своей системы письменности это мой первый вопрос а второй вопрос мой вопрос к представителям министерства Японии хорошо японский и английский с этим все понятно а каким образом вы помогаете пожилым тем кому нужны аудио видеоматериалы и третий мой комментарий касается Африки у нас в Индии около миллиарда человек неграмотны каким образом технология интернет может стать полезным таким людям вот что означает истинный доступ да и нужно сказать что как раз вы один из примеров которые рассматриваются в докладе и как раз в докладе приводится решение которое вы предоставили хотите разрекламируем разрекламируем ваш проект 20 секунд вам на то чтобы разрекламировать свой проект ну хорошо спасибо в таком случае я скажу вам что интернет паутина гипер ссылок гипертекста и интернет не может выйти за границы стандартов и технологий и таким образом не сможет стать доступным другому населению которое не может получить доступ к этим гиперссылкам мы должны те кто занимается технической стороной поставить перед ним этот вопрос ведь что такое интернет в мини-варианте если у вас сесть в вашем малом сообществе предположим что у вас дезентрализованная интернет дезентрализованная сеть вот как это может выглядеть спасибо и я думаю что во время второго раунда ответов можно будет также ответить на этот вопрос у нас есть какие-нибудь комментарии от удаленных участников да Карлос Афонсо говорит что для того чтобы обеспечить всеобщую связь существует то что многие цифровые программы цифровой инклюзивности занимают о том что подключенность означает возможность сохранить доступ постоянство связи это очень важная характеристика бедные сообщества должны не просто быть один раз подключены но продолжать сохранять эту подключенность большое спасибо Карлос очень интересное замечание прекрасный пример Уганды Уганда в начале сессии подключилась но связь не сохранилась Прежде чем перейти ко второму раунду выступлений Мартин говорил о IDN интернализованных доменных именах Мартин вы хотели бы выступить сейчас в этой связи я хочу напомнить уважаемой аудитории что в прошлом году мы вместе с Роберто говорили как раз о том что в этом направлении нужно добиться больше прогресса каковы последние новости меня зовут Мартин Боттерман по интернализованным доменным именам я хочу сказать следующее их можно будет использовать не используя латинский алфавит и может быть по всему миру нельзя пока использовать интернет на любом с любым алфавитом но если говорить о местных сообществах то использование IDN позволит обеспечить резольвирование повсюду КАНИ создали таблицы IDN так чтобы можно было найти эти адреса в поисковиках чтобы можно было использовать разные алфавиты в адресах электронной почты в приложениях мы способствовали этой работе у нас была создана руководящая группа и конечно же в состав руководящей группы входили люди которые работают не только в ИКАНИ но еще с вашего позволения я хотел бы рассказать вам следующее по адекватному доступу напрямую связано с вопросом о доступности и о полномоченности вот Индия кстати находится в очень хорошем положении потому что в Индии доступ очень недорогой к интернету по сравнению скажем с Африкой в Африке если у вас мобильный телефон то пользоваться им очень дорого то есть нужно думать не только об электричестве но и о доступности финансовой доступности это не менее важно чем IDN спасибо Мартин а значит во время следующего раунда GTLD и КАН сможет совершить работу по IDN я предполагаю и конечно же в конечном итоге рынок окончает на решение но я думаю что это прекрасная возможность как раз обеспечить связь следующим миллиардом человек и они будут использовать другие наборы шрифтов ну и начала как говорится в другом регионе мира хорошо в таком случае мы напрямую переходим к комментарию нашего коллеги из Японии видите как по-разному воспринимают эту проблему в разных странах мира помните что IDN это лишь один из элементов более объемной проблемы нам необходимы другими вопросами заниматься не только IDN проблема с IDN в Японии выглядит следующим образом интернализованные доменные имена в Японии с использованием японских иероглифов не очень широко распространены мало кто из нас пользует японские иероглифы в IDN не могу вспомнить ни один из крупных сайтов в Японии который бы IDN все названия все их имена зарегистрированы в IDN для того чтобы защитить свои права на этот сайт но в общем-то и все с моей точки зрения может быть другие думают по-другому но мне нравится использовать японские иероглифы не для URL а в качестве строк поиска но когда вы пишете на японском нужно использовать алфавит и символы и японские иероглифы поэтому для того чтобы использовать IDN нужно использовать комбинацию всех этих наборов символов в любом случае приходится пользоваться латинским набором символов и приходится все время переключаться между латинским алфавитом другими символами японскими иероглифами то есть очень сложно использовать IDN на японском иероглифами одна из проблем а кроме того на латинском алфавите можно с легкостью понять URL если она включена в статью например которая написана на японском поскольку она хорошо выделена в тексте бросается в глаза ее легко найти если речь идет о неком письменном документе а если URL написана с использованием IDN то тогда ее в тексте обнаружить сложнее вот еще одна проблема с практической точки зрения когда вы пишете на японском вы нередко переключаетесь с одного алфавита на другой посреди фразы для того чтобы что-то выделить соответственно мы привыкли переключаться с латинского алфавита на японский иероглифы на канзи то есть мы в общем привыкли использовать алфавит для любых целей и может быть именно этим объясняется низкая степень распространенности интернализованных доменных имен на японском это мое личное наблюдение благодарю вас профессор к сожалению у нас не так много времени мы вынуждены дать слово другим да я очень вам благодарен за то что вы поделились с нами своим мнением вы знаете япония это страна где у людей есть широкий доступ к компьютерам и это очень интересно то что вы нам сейчас рассказали джеком задал вопрос о долгосрочной перспективе на мобильных устройствах труднее переключаться во первых и во вторых в мире все больше используются голосовые команды поэтому я думаю что в долгосрочной перспективе я еще помню те времена когда телефон приходилось подключать к модему это в общем-то давало необходим результат но я очень рад тому что нет необходимости это делать так что в долгосрочной перспективе я думаю что совершенно необходимо чтобы люди для того чтобы постановиться наполнить интернетом все научатся пользоваться дином да нам придется к вам обратиться с тем чтобы составить доклад нам понадобится ваша помощь с тем чтобы по этому пункту завершить работу над докладом Мартин благодарю вас у нас времени немного поэтому я попрошу вас выступить максимально кратко поскольку времени для того чтобы вы об этом сказали нет я скажу это за вас МСЭ проводит проект с ЮНЕСКО в Тихоокеанском регионе мы составляем показатели роуминга путем сочетания данных и это очень хороший интересный показатель доступа и содержание как бы это сочетание с одной стороны контента с другой стороны доступа и очень интересные исторические данные максимально кратко скажите об этом да добрая весть состоит в том что у нас есть много достаточных данных об этом доступе в том числе по ценообразованию о том сколько стоят различные пакеты мобильных данных хочу сказать что у нас большой набор данных в этой связи есть и плохая новость которая состоит в том что много пробелов и в большой степени это связано либо с отсутствием данных либо с тем что данные есть но нет достаточной координации у нас нет доступа к этим данным у нас нет данных от источника потому что у нас нет взаимоотношений с источником данных потенциальным и поэтому мы пытаемся найти данные по скорости скажем и у нас есть контакты со всемирным банком другими организациями нужно продолжать эту работу по искусственному интеллекту и так далее еще мы занимаемся большими данными для того чтобы понять что происходит по тому или иному аккаунту что происходит внутри того или иного сообщества в той или иной стране но мы говорили о цифровом разрыве нам нужно понять где люди находятся как они используют интернет и используют ли они его и лучшим источником информации в таком случае является обследование которое проводит статические управления и вот от статистических управлений у нас отличные есть данные от стран с высоким уровнем дохода а от стран с низким уровнем дохода у нас таких данных мало почему потому что проведение исследований обследования стоит дорого поэтому для того чтобы принимать политические решения необходимо иметь данные для того чтобы иметь данные о всеобщем достаточном доступе необходимо иметь статистические данные. Хорошо, спасибо. А вы что добавите на основании своего опыта? А я скажу вам, что нужны данные, сегрегированные по гендеру. Это необходимо для того, чтобы положить конец этому гендерному разрыву в доступе к цифровым технологиям. Спасибо. Можно ли сказать, что этот доклад является дополнительным к тому, к той информации, которую предоставляет МСЭ? Вы знаете, мы сейчас собираем данные по так называемой стоимости маргинализации, с тем, чтобы оценить экономическую стоимость маргинализации женщин. И для того, чтобы сделать этот опыт не просто количественным, но и качественным. Проведение исследований использования этнографических инструментов для того, чтобы рассказать полную историю о том, как это происходит в наших странах и как это выглядит на местах, как будет выглядеть инклюзивность с точки зрения цифрового развития. Давайте вспомнить о том, что генеральный секретарь МСЭ вообще женщина, так что отправьте ей эту информацию. Наверняка она попросит Мартина глубже этим заняться. Лоран, вот профессор из Японии сказал о том, как используются доменные имена. Как вы думаете, что нас ждет с точки зрения поисковиков? Ну, вы знаете, действительно, мобильные приложения, сейчас все используют приложения, мобильные телефоны, используют приложения, и доменные имена становятся невидимыми. В связи с чем, хочу прокомментировать следующее. В составе нашей коалиции мы работаем с нашими группами заинтересованных лиц. Например, в Африке проявляют интерес к IDN. Итак, мы пытаемся работать на этом континенте с заинтересованными группами. И мы вместе с ИКАНом как раз работаем по этим вопросам. Нужны ли нам еще доменные имена или нет? Мы работаем по следующей модели. Мы задаем вопрос, что вам необходимо, и предоставляем поддержку в тех областях, где это необходимо. В этом состоит задача нашей коалиции. Например, можем предоставить технические знания, экспертные знания. мы сначала проводим всегда этап оценки потребностей, что необходимо то или иной организации, то или иной стране. Они сами определяют, что им необходимо. Мы можем предоставить экспертные знания. Так что, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что в некоторых странах Африки необходимо предоставить доменные имена на местных языках. Это очень важно. Спасибо. Мария. Спасибо. Если говорить о данных, могу лишь добавить к тому, что говорила Моника, следующее. Да, действительно, необходимо иметь дезагрегированные данные, не только по гендерной принадлежности, по половой принадлежности. Есть некоторые меньшинства, которые просто невидимы, незаметны, и по ним совершенно нет никаких данных. А если возвращаться к библиотекам, то нам необходимо больше данных о том, сколько библиотек подключено к интернету и из этого числа библиотек понять, где в этих библиотеках есть адекватный доступ к информации. И еще хочу добавить к тому, что упоминала уже Дон с точки зрения формирования политики. Мы наблюдаем следующее. полагая, что было бы полезно упомянуть библиотеки при формировании политики в области цифровой инклюзивности и цифрового сотрудничества. Нередко слово библиотека оказывается внизу страницы, когда речь идет о общественных местах доступа к интернету. Нужно их подчеркнуть с тем, чтобы уделять им больше внимания. И еще нужно отметить, что есть различные инициативы общественного доступа и разворачивание такой инфраструктуры должно включать в себя обучение сотрудников с тем, чтобы они в свою очередь могли обеспечить цифровую инклюзивность инициативы по наращиванию потенциала на местном уровне. Хорошо, а теперь минутку терпения. У нас есть несколько многоуважаемых друзей, которые находятся в этом зале, которые внимательно слушали, и я хочу попросить их сказать нам, что с их точки являются самым интересным и важным, и что нужно включить в доклад. Сначала обращусь к вам, Джейн. Да, вкратце. Во-первых, для того, чтобы сократить разрыв по связи, необходимо следовать подходу, встречать множество заинтересованных сторон. Проблемы решаются в рамках коалиции от Папуа-Новой Гвинеи до Бенина, необходимо принимать регуляторные меры и политические формированные политики для того, чтобы обеспечить сбалансированность на рынках. Необходимо провести решение, реализовать решение для того, чтобы выявить пробелы. Необходимо инновационное решение в поддержку СССР и ТЛД и других системных решений и данных по центрам. Спасибо по инклюзивности и связи. Карлос, спасибо. Многое из того, что сегодня обсуждалось, касалось цифровой инклюзивности, всеобщего принятия и возможности взаимодействовать с использованием тех наборов символов, которые не являются латинским алфавитом. То, все, что касается IDN и других элементов. И также активно обсуждался контент в поддержку тех или иных задач, в поддержку производства и распространения того или иного контента, государственные услуги, опять-таки, на примере Папа-Новой Гвинеи и других услуг в других странах, финансирование и метастимулирование, об этом можно говорить с Паулу, а также устойчивость тех структур, которые занимаются производством контента. В том, что касается компании информирования населения, о том, что это возможно, это также важный момент, Лоран говорил о значении национальных сессий DLD для развития собственного рынка доменов верхнего уровня и также много говорили о кибербезопасности и о технологии и взаимосвязи с кибербезопасностью и с насилием по гендерному признаку. Далее речь шла о проектах ВУИС, о предоставлении книг, а также обсуждался вопрос инновации на местном уровне. Мы слышали о том, как важно населению на местном уровне формулировать свои собственные решения и принимать участие в обсуждении адекватного доступа. Спасибо, Карлос. за ваши комментарии. Маргарет теперь даст нам несколько комментариев по наращиванию возможностей. Прежде всего требуются технические навыки для того, чтобы находить решения. Важно заниматься обучением учителей, которые будут в дальнейшем эти знания нести в сообщество. технические навыки важны. Это уже происходит в рамках проекта обучения Африки. Мы должны заниматься при этом учитывая вопросы кибербезопасности и обеспечивать ситуацию, когда потребности удовлетворяются и в том числе потребности в грамотном обучении с учетом вопросов кибербезопасности. Здесь шла речь о гиперссылках и о том, как можно решить вопрос японских иероглифов и японских букв алфавита. Было проведено исследование и говорится о том, что в интернете существует огромное количество цифровых приложений и для этого требуются технические навыки, чтобы полностью иметь возможность ими воспользоваться. просьба Маргарет, чтобы вы отправили нам свои заметки, мы могли бы их в письменном виде добавить в текст доклада и то, что вы сейчас сказали, очень откликается к тому, что мы обсуждаем Роберто. Вы уже там спите или еще есть жизнь в университете? Я тут вижу еще один комментарий от Стивена. Он говорит о том, что замечательные были комментарии от аудитории и что это важное замечание, которое Папуа Новый Гене обязательно учтет с тем, чтобы улучшить закладный доступ на более чем 800 языках и в контексте разнообразных культур нашей страны. Спасибо. по моему швейцарскому стандарту времени меня бы не похвалили, потому что я уже на две минуты опаздываю, но при этом я могу сказать, что я всего лишь на две минуты задержался, так что не буду слишком себя за это корить. Хочу поблагодарить всех ораторов, тех, кто задавал вопросы, особенно Дафни я хочу поблагодарить за ее участие. И Роберто, который в последний момент изъявил желание нас поддержать добровольно, как обычно, Роберто. Спасибо большое за такой энтузиазм. Я вижу и Джулиан здесь, но мы, к сожалению, уже заканчиваем слишком поздно. Отправьте мне, пожалуйста, ваш комментарий, кто не успел высказаться. Отправьте, пожалуйста, свои заключения, и мы обязательно включим их в доклад в форме гиперссылки. Нам все это очень важно и интересно. Всем спасибо и до свидания. Спасибо. 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 субтитры Продолжение следует...